Всем привет! Это неделя спорта и с вами ее ведущая Яна Зиновьева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о самом интересном в мире студенческого и мирового спорта. Далее в программе. Обзор матчей Казанского Рубина и плей-офф Кубка Гагарина. Студенческая баскетбольная лига. Обзор матчей КФУ против КНИТУ. Финальная часть спорта геады вузов Республики Татарстан по мини-футболу. Подведение итогов очередных финалов внутривузовского этапа ССК России. Начнем мы, как всегда, со всеми любимого обзора от Амира Сабирова, где он расскажет о серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и о двух матчах Казанского Рубина в российской премьер-лиге. Всем здравствуйте! С вами Амир Сабиров. Сегодня я расскажу о матчах Казанского Рубина, а также пройдемся по плей-офф континентальной хоккейной лиги. Начнем с футбола. Подопечные Леонида Викторовича Слуцкого на прошлой неделе провели два матча. Первый, 14 марта, в гостях у казанцев был футбольный клуб Ростов. Быстрым голом начали эту игру ростовчане. Дмитрий Полоз завершил отличную быструю комбинацию своей команды. После дальнего заброса на чужую половину поля, мяч оказался у Романа Тугарева, после чего нападающий отдал пас на Полоза. Последнему ничего не оставалось, кроме как пробить вправый от Дюпина угол. 1-0. На этом проблемы Рубина в начале матча не закончились. На 18-й минуте Виталий Лисакович получил прямую красную карточку за фол против Байрамяна. Вполне справедливое удаление и казанцы остались в десятером. Рубин не стал прижиматься к своим воротам и за оставшееся время первого отрезка провел несколько опасных атак на ворота Сергея Письякова, которые взять им в ворот не закончились. Ростов не без помощи защитника казанцев Сильвия Бегича все-таки смог забить второй гол. На 75-й минуте Игорь Калинин сделал прострел в сторону ворот Рубина и защитник переправил мяч в свои ворота. 2-0. Подопечные Слудского вовремя смогли ответить своим голом. Две минуты спустя Хвича Хворацхелия со штрафного сократила разрыв в счете. Итоговый результат 2-1. Ростов забрал три очка из Казани. Следующий 22-й тур Рубин провел в Москве против ЦСКА. Казанцы просто по всем статьям провалили игру с армейцами. Заработали два удаления и пропустили за первые 26 минут целых 4 мяча. Смотрим. На пятой минуте армейцы открыли счет в позиционной атаке. С помощью паса Ивана Облякова забил Юсуф Языджи. На 11-й ЦСКА проводил штрафной. И после стандарта мяч отскочил Яну Филиппе Кбамину, которому лишь оставалось поразить пустые ворота. На 23-й Кбамен проявил себя в роли ассистента. Полузащитник отдал верховую передачу на выход 1-1 Жезусу Медини. 3-0. ЦСКА на этом останавливаться не собирался. Карраскал пробил из-за предела штрафной в ближний угол. 4-0. Рубин в первом тайме отыграл один мяч. Константин Кучаев пробил Игоря Конфеева с передачи Хвичи. 4-1. К перерыву Рубин остался без Ломовицкого. Полузащитник получил вторую желтую за фол в середине поля. Во втором тайме армейцы закрепили свое преимущество двумя мячами. Первый случился на 67-й минуте. Нерасторопность защиты казанцев привела к дублю Языджи. 5-1. Дальше Сильвий Бегич на 85-й минуте сфалил в штрафной. Тем самым получил вторую желтую и пенальти в ворота своей команды, которую Языджи реализовал. Как итог 6-1. Армейцы громят Рубин на своем поле. Увидим, к чему приведет такая пощечина для казанского клуба. Пока налицо полный провал во всех линиях игры у Рубина. Очень сказался уход иностранцев Филиппа Уремовича, Хакшабановича и Дрейера, которые были лидерами в команде. Ну что ж, пришло время рассказать, что творится в континентальной хоккейной лиге. А посмотреть там есть на что. Например, на серию Металлурга и Авангарда. Эти клубы буквально устраивают праздник из голов в каждом матче. Первая игра осталась за мячами с разгромом 8-1. Вторая игра также завершилась победой дружины Боба Хартли. 7-5. В серии Спартака и Питерского СКА также не обошлось без разгрома. Игра под номером 1 закончилась сюрпризом. Москвичи оказались сильнее 6-1. Правда, во втором матче питерцы выиграли 2-1 и сравняли счет в серии. Все самое интересное еще впереди. Одна из самых интересных пар этого раунда Салават Юлаев Трактор. Здесь счет тоже равный 1-1. В столице Башкортостана команды обменялись победами 1-0 за Уфой и 4-1 за Челябинском. Последнее противостояние – Динамо ЦСКА. Две московские команды сражаются, но одна из них уже лидирует с хорошим преимуществом. Армейцы взяли две игры дома и ведут в серии со счетом 2-0. Что ж, любите спорт, болейте за свои любимые команды, а у меня на этом все. С вами был я, Амир Сабиров. На следующей неделе обязательно увидимся. Студенческий спорт на этой неделе начался с баскетбола. В рамках студенческой баскетбольной лиги сборные КФУ принимали гостей на своем паркете из КНИТУ. В матче среди женских команд практически вся игра проходила под диктовку КНИТУ. К большому перерыву гости оторвались на 16 очков. С равным счетом завершилась третья четверть – 15-15. Но в заключительной 10-минутке сборная КФУ вновь уступила. Итог матча – 41-55 в пользу КНИТУ. В мужском матче противостояние было до последней секунды. Всю игру команды шли бок о бок. К большому перерыву преимуществу КФУ было всего 5 очков. Но этого отрыва хватило хозяевам, чтобы завершить игру победителем. 68-62 на табло. В пользу КФУ после финальной сирены. Далее на очереди мини-футбол. В рамках спартакиады ВУЗа в свои заключительные матчи 18 марта провели сборные КФУ, КГАСУ, Университета спорта и КАИ. Досрочно чемпионство в первенстве забрали игроки из энергетического университета. А кто же забрал бронзовые и серебряные медали, выяснял наш корреспондент Диана Урядова. 18 марта завершилась очередная спартакиада среди ВУЗов Республики Татарстан. Финальные матчи по мини-футболу проходили в спортивном комплексе «Олимп». Соперником Казанского федерального стала сборная из Казанского авиационного университета. А у команды Казанского государственного архитектурного – университет спорта и туризма. Для КФУ и КАИ матч был принципиальным. Обе команды в течение чемпионата набрали 12 очков и находились на второй строчке в турнирной таблице. Первым предстояло сыграть КФУ и КАИ. У спортсменов из-за авиационного сразу же пошла игра. На первых минутах Усрав Саврулоев смог открыть счет. Первый гол от лидера придал сил команде. И уже в середине первого тайма счет на табло был 2-0. У спортсменов из КФУ игра складывалась не очень гладко. КФУшники не успевали за своим соперником. Казалось, что физически им сложнее было играть эту игру. При этом нападение удавалось выводить игроков на атаку. Но никому не удавалось попасть в цель. Под конец тайма представители из-за авиационного постепенно начали терять контроль над игрой. У КФУшников появился шанс равнять счет. Но даже несколько опасных пробитий со штрафного не помогли команде. На последней минуте лидер КАИ Айдар Ахматуллин поставил точку в первой половине. 3-0. После перерыва игроки авиационного с новыми силами включились в игру. Футболисты КАИ задали высокий темп и останавливались только когда праздновали очередной гол. Хозяева начали жесткий прессинг. Последовали перехваты, а за ними выход с фратарем 1-1. Также зрители удивило невероятное пробитие с дальней дистанции от Павла Петухова, которое дало понять, что у КФУшников нет шансов сравнять счет. 8-0. И это только после первой половины второго тайма. Поэтому для федералов главной задачей стало забить хотя бы один гол. Это удалось сделать Данилу Воронову. КАИ уверенно обыгрывает ПФУ со счетом 10-1 и становится серебряными призерами. Сборная Казанского федерального обладателями бронзовых медалей. Далее на паркете Олимпы состояла встреча архитектурно-строительного университета против университета спорта. КАГСУ в первом тайме хорошо сдерживали соперника и не отставали по очкам. После первого тайма счет на табло 2-1. В первом тайме спортсмены из университета спорта обладели игрой и начали увеличивать разницу в счетах. Матч окончился с счетом 4-1 в пользу сборной по Воложскому университету спорта. По итогам спартакиада золото забрали футболисты из энергетического университета. Серебро уходит авиационному институту, бронзо федеральному университету. Диана Урядова. Неделя спорта. Вновь возвращаемся к баскетболу. На этой неделе комплект наград разыграли между собой все институты Казанского федерального университета в рамках спартакиада среди студентов и аспирантов. За финальной частью турнира следила с места событий наш корреспондент Валерия Фридрих. Далее подробности в сюжете. С 17 по 19 марта первый зал спортивного комплекса «Уникс» стал главной ареной соревнований по баскетболу в спартакиаде среди студентов и аспирантов КФУ. Среди всех учебных подразделений университета до матчей за медали смогли дойти набережно Челнинский институт, Институт управления экономикой и финансов, Институт математики и механики, Институт вычислительной математики и информационных технологий. Бронзу на турнире разыграли между собой баскетболисты из «Эконома» и «Челнов». Сборная «Эконома» со старта матча захватила лидерство и навязывала свою игру гостям из «Челнов». К перерыву казанцы сделали преимущество в 8 очков. Во втором отрезке игры «Челны» полностью сдали позиции. На 15 очков от «Эконома» они смогли в ответ забросить только 4. 32-13. Разгром от «Эконома», который забирает бронзовые награды. В финальном матче зрителей ожидала математическая дерби. Институт математики и механики против Института вычислительной математики и информационных технологий. Старт встречи остался за мехматом, к перерыву перебросав своих соперников на 6 очков. Во второй половине игры борьба шла бок о бок. Под конец игрового отрезка баскетболисты и в МИД смогли забросить 2 безответных очка. Но по сумме всего матча сильнее оказалась сборная Института математики и механики. 30-26. С разницей в 4 очка и мимо держал победу и забрал золото спартакиады по баскетболу. Валерия Фридрих. Неделя спорта. Студенческая хоккейная лига вновь возвращается в нашу повестку. В воскресенье сборная КФУ провела матч против Энергоуниверситета. Уже на первой минуте матча спортсмены из КГУ открыли счет. Первым броском створ ворот Фаиз Рахманов прошил вратаря федералов Руслана Путинцева. Пять минут спустя Энергоуниверситет увеличил преимущество. Автор все тот же Фаиз Рахманов. Со счета 0-2 начался камбэк хоккеистов КФУ. В стартовом отрезке федералы отквитали одну шайбу и довели разрыв до минимума. Отличился Михаил Наготкин. Во втором периоде в воротах Энергоуниверситета оказалось целых 4 безответных шайбы. Результативные баллы на счету Азата Нурулина, Раниля Сулейманова, Дмитрия Кабанова и Флорида Галимова. Счет стал 5-2. Последний отрезок матча только укрепил преимущество Юлбарсов. Одной шайбы отличился Ленар Валиуллин. А также вторые для себя шайбы записали на свой счет Кабанов и Наготкин. 8-2. Разгромная победа КФУ над Энергетическим университетом. Продолжаем. Далее у нас внутривузовский этап АССК, Россия. И эту тему будем обсуждать с председателем студенческого спортивного клуба Казанский Юлбарс и Никитой Лихачевым. Привет, Никит. Добрый вечер. Очень рад, раз. Здесь уже оказываюсь, как будто бы даже и не уходил. Итак, на этой неделе прошли финалы игр по фрисби и волейболу. Начнем мы с фрисби. Как тебе, в принципе, финал? Что ожидал от этих игр? Фрисби был самым необычным, но, наверное, самым классным видом спорта. Не было никаких ожиданий, не было никаких предсказаний. Просто было понятно, что все играют в основном первый раз. Все получили безумно классное удовольствие. Ну и, соответственно, призовые места распределились таким образом, что третье место заняли славяне. Команда из Итиса с оригинальным названием. И, как отметила их спорторка Анастасия Журавлева, ура, славяне, ура. Думаю, фраза эта сейчас звучит довольно актуально. Второе место команда Мед заняла. Это ребята, которые в футбол и в баскетбол играют. В общем, тоже довольно успешно сыграли. Ну и первое место у команды из Бирв. И там такая ирония судьбы, что, например, баскетболистка Дарья Ашгибисова, она хотела попасть на суперфинал как баскетболистка. Но их команда не выиграла чемпионат по стритболу, а вот по фрисби выиграла. И, получается, другим способом туда попадет, скорее всего. Давай тогда продолжим говорить о волейболе. Как тебе финалы игр по волейболу конкретно? Может, там какие-то были ожидания все же? Волейбол в этом году получился намного даже интереснее, чем предыдущий. Если начать с парней, то вот даже по своей шпаргалке чуть скажу, что в этом году очень много команд приняли участие, как уже говорил. И что в мужском, что в женском волейболе тоже были фавориты. Понятно, команды с участием сборников. Тем не менее, некоторые ребята, которые даже в сборную не играют, очень сильно удивили. Но третье место, Ашхабад 140, команда, собранная полностью из представителей Туркменистана. Очень сыгранная команда получилась. И видно, что ребята между собой тренируются. И у них, в принципе, одна школа волейбола, и они достойно выступили. Команда Кьют Рок второе место заняла. Довольно неожиданно не вырвались в финал. Там, в основном, ребята из Института международных отношений с ЭКМИВы были. И их ярчайший лидер Альберт Примаков очень здорово себя показал. Но немного не хватило, потому что в финале играли с казанскими юлубарцами. Это сборники. И, ну, против сборников, наверное, особенно, когда там играет Захар Портнов или Кирен Гюл, очень трудно что-то противопоставить. Вот. А по женскому волейболу, в принципе, тоже турнир прошел довольно удачно. Третье место у команды Пушка. Молодая команда с примесью ребят, которые раньше, например, в сборной играли. Команда Кафушечки второе место. Там тоже играли представительницы сборной КФУ по волейболу. Особенно Камила Шахива довольно неплохо выступила так в роли лидера команды. И команда Йолды Зларк каждый год участвует. Наверное, больше всего из игроков. Динара Бекчентаева удивила, то есть первокурсница, которая вот в этом году только заняла место в сборной КФУ по волейболу. И вот на чемпионате СК довольно неплохо себя проявила. Ну и, в принципе, логично, что Йолды Злар, в принципе, были фаворитками турнира. Они этот турнир выиграли. И, в целом, волейбол действительно прошел круто. И особенно последние партии в финале нога в ногу шли или рука в руку в волейболе, правильно сказать. Очень эмоционально интересный получился финал. Спасибо большое, Никита. Было очень интересно. А я напомню вам, что в студии был председатель студенческого спортивного клуба «Казанский лбарс» Никита Лихачев. Спасибо большое, Никит. Пока. Ну а на этом все. Это была неделя спорта и ее ведущая Яна Зиновьева. До скорых встреч на следующей неделе. Пока-пока.